Это чайная превратилась в настоящую картинную галерею. Цветы, птицы и священный для Китая бамбук в один день выросли на стенах чайного клуба. Это живописные полотна мастера китайского национального искусства Ван Сюлин. Она владеет одной из самых сложных техник китайской живописи или тщательная кисть. При создании картины четко прорисовывается контур со всеми ботаническими подробностями. Техника написания персонажей на этом полотне разная. Где-то кружочки, где-то волны. Посмотрите, у всех разные лица. Одно неверное движение и картина испорчена. Поэтому на прорисовку деталей уходит много времени. Стиль реалистической живописи появился больше двух тысяч лет назад. Такие картины писали специально для императора. Вот это популярный в Китае мифический сюжет. Восемь бессмертных переплывают море. Поднебесный под таким названием существует чай, который в древности считался снадобьем бессмертия из-за его тонизирующих свойств. В московской чайной объясняют, в Китае культура чаепития и искусство очень тесно переплетаются друг с другом. В Китае и искусством, и живописью, и чаем занимались именно богатые люди, очень образованные, интеллигентные. То есть требования к чаю и к искусству в принципе одинаковые. То есть это умение с чаем разбираться во вкусах и сортах, в искусстве собственно творить. И фактически чай рождает вдохновение для того, чтобы писать картины. Ван Сюлин любит пуэр. В этом сорте чая, как в коньяке, ценится выдержка. Возраст напитка может превышать полвека. Натуральные ингредиенты для вдохновения и природные материалы для творчества. Художники ценят единение с природой. Поэтому они пишут на бумаге из каучукового дерева и краски используют из растительных материалов. Все работы Ван Сюлин выполняет одними и теми же инструментами. Вот эти кисти ей подарил еще ее учитель. И она ими рисует уже больше 20 лет. Они выполнены из очень редкого вида бамбука, который, кстати, изображен вот на этой картине. Посмотрите, здесь есть вот такие вкрапления. По легенде, это слезы жены одного из китайских императоров. Она плакивала очень долго его после смерти в одном из бамбуковых лесов. Там после этого и выросло вот такое растение. Бамбук для китайцев священен. Это символ стойкости, долголетия, счастья и духовной истины. Поэтому его так любят изображать на полотнах. В работах Ван Сюлин десятки картин с этим растением. И на каждой из них бамбук разный. Существуют разные методы рисования бамбуковых листьев. Они очень схожи с написанием китайских иероглифов. Первое – это счетное слово, второе – это человек, а третье – это знакомство. Художник выбирает лучшие из них интуитивно. Именно за талант и хорошую интуицию ее произведения так любят во всем мире. Картины Ван Сюлин хранятся в галереях Японии, Южной Кореи и США, а в России – в частных коллекциях. К холодной стране у художницы особое отношение. В России меня вдохновляют люди и природа. Здесь очень красиво. В Москве и Петербурге мне очень нравятся музеи и картинные галереи. Я изучаю творчество великих русских художников. Особенно работы Репина и Сурикова. Несмотря на то, что российская и китайская живопись отличаются, принцип остается одним. По словам художницы, голова, сердце и рука должны соединяться в одну линию. На мастер-классе в Международный день чая Ван Сюлин показывает, как рождается искусство. Сначала искусство написания картин, а потом упаковки в них чайных блинов. Тоже настоящее творчество. Анастасия Шкетина, Владимир Брагин, ТВ, БРИКС.